Утро нового дня Сегодня пятница, 2 декабря У микрофона Алексей Сорокин Открывает утреннюю программу Исторический хронограф Исторический хронограф Здравствуйте У микрофона журналист Евгений Слюняев Сегодня, 2 декабря, отмечаются Международный день борьбы за отмену рабства И День банковского работника в России В разные годы истории 2 декабря происходили следующие события В 1805 году Объединенные российско-австрийские войска Потерпели поражение В сражении с армией французского императора Наполеона Под Аустралицем 2 декабря 1942 года Физиком Энрико Ферми Получена первая в мире Контролируемая цепная ядерная реакция 2 декабря 1956 года Группа революционеров Во главе с Фиделем Кастро Приплывшая из Мексики на яхте Гранма Высаживается на Кубе 2 декабря 1971 года Советская автоматическая межпланетная станция Марс-3 Впервые в мире совершает Мягкую посадку на поверхность Марса 2 декабря 1990 года С космодрома Байконур Стартовал космический корабль Союз ТМ-11 С международным экипажем на борту В космическую экспедицию Отправились Виктор Афанасьев Муса Монаров И Таяхира Акияма Исторический хронограф Специальный репортаж Для жителей Ульяновской области Пройдет около 200 мероприятий В рамках недели Национального проекта здравоохранения По информации регионального Минздрава Будут проведены выезды Областных медиков в районные больницы и села Пройдут школы пациентов И активного долголетия Тематические лекции Для студентов и школьников Выезды с участием представителей Общественных советов районов Для контроля за ходом ремонтов Объектов здравоохранения Также подведены предварительные итоги Модернизации первичного звена Нацпроекта Как отметила исполняющая обязанности Министра здравоохранения области Олеся Колотик-Каменева Продолжается оснащение поликлиник и ФАПов С текущего года включена дополнительная региональная составляющая Модернизация первичного звена здравоохранения За последние пять месяцев Проделана министерством достаточно большая работа В целом на реализацию национального проекта Предусмотрено 2 миллиарда 39 миллионов Это федеральные и региональные средства На сегодняшний момент Уровень размещения на аукционах Составляет 100 процентов Уровень контрактации 97 процентов Или 1 миллиард 817 миллионов И кассовое исполнение составляет 46 процентов Или 888 миллионов Кроме того, в состав выделенного финансирования Входит финансовое обеспечение На исполнение реализации программы Земский доктор-земский фельдшер Который не предусматривает контрактацию Это 70 миллионов рублей За текущий год Из плановых значений В 46 докторов по программе Земский доктор И 27 медицинских специалистов Среднего звена По программе Земский фельдшер Земская медицинская сестра На сегодняшний день Привлечено 46 докторов То есть 100 процентов от плана И 20 из 27 медицинских специалистов Среднего звена По данному направлению Отрасль здравоохранения Ульяновской области Занимает 20 место По Российской Федерации И в связи с хорошим Кассовым исполнением Региону дополнительно Выделено 5 миллионов 250 тысяч рублей На дополнительное привлечение Двух докторов И пяти средних медицинских Специалистов Среднего звена По вышеуказанным программам Кроме того В рамках программы Модернизации первичного звена Предусмотрено строительство Новых зданий Фельдшерско-акушерских пунктов И врачебных амбулаторий Взамен имеющихся И на сегодняшнем этапе Три фельдшерско-акушерских пункта Имеют уровень готовности 100% И один фельдшерско-акушерский пункт 98% И один фельдшерско-акушерский пункт И одна врачебная амбулатория На станции Бряньцин Чуждоклевского района Уровень 85% Кроме того В текущем году Мы достраиваем и реализуем мероприятие По строительству Фельдшерско-акушерского пункта В селе Новая Кулатка Который не был исполнен в прошлом году На сегодняшний момент Также строительство его завершается До 15 декабря Строительство фельдшерско-акушерского пункта Будет завершено Кроме того Ведется приведение К новому стандарту Бережливой поликлиники Амбулаторно-поликлинических Учреждений региона Это 8 учреждений в текущем году Два из них завершены Уже в текущем году Это городская клиническая больница Святого апостола Андрея Первозванного А именно 2 поликлиника На проспекте Тюленева И городическая районная больница Также данный объект завершен Остальные 6 объектов Будут завершены В 2023, 2024, 2025 годах В связи с большим объемом Ремонтных работ Расскажите о модернизации Парка медицинского оборудования В текущем году Закуплено 23 единицы Медицинского оборудования Что составляет 100% от плана Поставки данного оборудования Уже начали осуществляться В лечебные учреждения Будут завершены срок до 20 декабря Также это переоснащение Парка медицинского оборудования В рамках программы Борьба с онкологическими заболеваниями Это 103 единицы Медицинского оборудования Реаниционного Химиотерапевтического Эндоскопического Для областного клинического Онкологического диспансера И буквально на этой неделе Уже поставлена Достаточно современная аппаратура Для проведения брахитерапии Которая позволит нам Проводить практически Амбулаторные операции То есть это малоинвазивно-хирургический Метод лечения Который заключается В малоинвазивном введении Титановых зерен Содержащих радиоизотоп Что позволяет непосредственно Воздействовать на опухоль То есть это современный метод лечения Который будет внедрен в регионе С января 2023 года Кроме того Мы продолжаем переоснащать Первичное сосудистые отделения И региональные сосудистые центры И в текущем году Первичное сосудистые отделения Барышевской районной больницы И первичное сосудистые отделения Новоспасской районной больницы Модернизирует свой парк медицинского оборудования Это прежде всего Реанимационное оборудование Ультразвуковые установки Компьютерный томограф Для Барышевской районной больницы И впервые в Новоспасском районе Будет установлен ангиограф Что позволит нам сформировать На базе муниципального образования Региональные сосудистые центры Что позволит оптимизировать Во время оказания медицинской помощи При острых сердечно-сосудистых катастрофах Все единицы медицинского оборудования Закуплены и будут поставлены До конца декабря текущего года С параллельным введением подготовки Помещений под тяжелое оборудование И, разумеется, это приобретение Автопарка как скорой медицинской помощи Которая будет поставлена В рамках федеральной программы И данные автомобили поступят в регион В середине декабря текущего года 14 автомобилей скорой помощи И 13 автомобилей Для первичного звена Для ампулаторно-поликлинического звена Это легковой автотранспорт, который будет предусмотрен Для транспортировки как медицинских сотрудников К жителям отдаленных населенных пунктов Так и для транспортировки жителей отдаленных населенных пунктов В медицинские учреждения районных областей Либо областного центра Контракт на данные единицы заключен И автомобили уже находятся на складе На следующей неделе они поступят в лечебное учреждение Давайте теперь поговорим о внедрении Цифровых технологий в здравоохранение Цифровизация здравоохранения Это модернизация имеющейся региональной Медицинской информационной системы Расширение его функционала С загрузкой дополнительных модулей Таких как электронная регистратура Электронные рецепты и так далее Которые в 2024 году позволят нам перейти На полный цифровой контур здравоохранения В рамках национального проекта здравоохранения На текущей неделе И, наверное, в связи с большим количеством мероприятий Сложившихся на конец года А поэтому неделю мы немножечко расширили И начали ее с прошлой недели То есть, таким образом, мы охватим три недели На прошлой неделе у нас проходили форумы Посвященные национальному проекту здравоохранения И общественному здоровью На текущей неделе был осуществлен выезд В Меликевский район В рамках которого главные нештатные специалисты Осмотрели более 90 человек Это прежде всего члены семей мобилизованных А также граждане и жители Проживающие на территории Меликевского района На пятницу у нас запланировано открытие Двух новых центров амбулаторно-онкологической помощи Которые позволят нам приблизить Доступность онкологической помощи И ранней диагностики А также приблизить доступность Химиотерапевтического лечения На уровне дневного стационара И также будут проведены Многочисленные мероприятия В том числе и конференции С подшефным Лутугинским районом По медицинской тематике И межрегиональная конференция Терапевтического профиля С подключением главных штатных специалистов Российского уровня И на следующей неделе мы планируем Продолжить неделю национального проекта Здравоохранения С проведением единой недели диспансеризации А есть ли риски По невыполнению нацпроекта? На сегодняшний момент То, что касается контрактации Мы еще раз проработали риск поступления Своевременного оборудования И программного обеспечения На текущий момент С учетом подготовки помещений нет Но имеются риски по достижению Ряда показателей Всего в рамках национального проекта Предусмотрено 54 показателя Из них 5 находятся на уровне высокого риска Это выполнение рентген-эндоваскулярных операций Данный показатель точно не будет выполнен В связи с тем, что В рамках территориальной программы Необходимо дополнительно финансирование В размере 80 миллионов рублей Это показатель больничной летальности От острого нарушения мозгового кровообращения Процент выполнения на текущий момент Показатель составляет 85% Даже при учете скорректированного показателя Но тем не менее Несмотря на то, что мы данный показатель не выполняем По последним информационным запискам Минздрава Российской Федерации Динамика у нас в данном направлении Достаточно положительная И в среднем По сравнению с 2019 до ковидным годом В текущем году мы снизили Показатель смертности от острых Сердечно-сосудистых катастроф Больше, чем в 2019 году На 3,7% То есть потихонечку мы достигаем И еще под большим риском Стоят два показателя Это показатели, связанные с работой санитарной авиацией Несмотря на то, что 1 октября Был заключен контракт На осуществление работ по санитарной авиации Есть риск недостижения 45 вылетов В связи с погодными условиями Выслушали исполняющую обязанности Министра здравоохранения региона Олесю Колотик-Каменеву Первенство России по киоку-сенка среди юниоров Которое прошло в Москве 27 ноября Принесло в копилку юной спортсменке Анастасии Халитовой золото Студент 21-й группы Ульяновского училища Олимпийского резерва Андрей Загорулько Занял третье место на международных соревнованиях Под Хэквондо Russian Open В весовой категории до 80 килограммов В спортивном комплексе Орион прошел Кубок Поволжья По вольной борьбе среди юношей 2007-2009 года рождения В соревнованиях приняли участие команды Ульяновской и Самарской областей Республики Татарстан и Чувашии Команда Ульяновской области была представлена двумя командами Ульяновск-1 и Ульяновск-2 Победителями и призерами стали Первое место команда Ульяновск-1 Второе место команда Канаш Третье место команда Ульяновск-2 Работник Авиастара одержал победу международного значения Сборщику-клепальщику Наилю Галимзианову Присвоено звание мирового рекордсмена по кистевой тяге гири В выполнении норматива мастера спорта международного класса Соревнования прошли на ежегодном региональном кубке По кистевой тяге гири В рамках спартакиады «Непобедимая держава» Ульяновский авиастроитель выполнил 308 подъемов гири Превзойдя других конкурсантов и одержав заслуженную победу В весовой категории до 100 кг вес гири составил 32 кг С таким результатом Наил Галимзианов стал четвертым в мире С 24 по 27 ноября в Минске проходил открытый кубок Республики Беларусь По греко-римской борьбе среди инвалидов по слуху В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов Ульяновский спортсмен, воспитанник городской школы «Борец» Кирилл Глушенков В составе сборной команды России завоевал золотую медаль В весовой категории до 77 кг Кирилл провел два поединка и досрочно победил в обоих В рабочем поселке Ишеевка, физкультурно-оздоровительном комплексе Детско-юношеская спортивная школа Ульяновского района Прошло первенство Ульяновской области среди юношей 2010 года рождения и младше Команды тренеров спортивной школы номер один заняли весь пьедестал Первое место – спортивная школа номер один «Симбирские орлы» Второе место – спортивная школа номер один «Сороковой лицей» Третье место – спортивная школа номер один «Олимп» В физкультурно-оздоровительном комплексе «Фаворит» было организовано первенство города Ульяновска по мини-футболу для команд ветеранов 50 лет и старше Свыше 120 участников, влеченных футболом, боролись за места на пьедестале Желаем футболистам здоровья, хорошей и результативной игры и отличного настроения В селе Карлинское на спортивной базе часто проходят спортивные мероприятия В том числе совместно с другими организациями Три раза в неделю проводятся тренировочные занятия для ребят школьного возраста Сейчас началась активная подготовка к заливке катка, который пользуется особой популярностью у населения Спортивная база в селе Карлинское приглашает всех желающих заниматься спортом В Ульяновской области проходит декада правового просвещения несовершеннолетних В рамках декады спортивная школа «Симбирск» рассказывает о причинах, почему нужно заниматься спортом Первая причина – это крепкое здоровье У людей, занимающихся спортом, здоровье в разы крепче Вторая причина – это хорошее настроение После физических упражнений человек практически всегда чувствует прилив сил Пусть даже он устал физически, но его моральный дух на высоте Третья причина – спорт укрепляет веру в себя и свои силы Повышает самооценку, развивает волю, делает человека сильнее, как личность Четвертая причина – это насыщение организма кислородом Во время выполнения различного рода упражнений Организм человека начинает потреблять большее количество кислорода Тем самым насыщая им все клетки А пятая причина – это образ жизни в целом Занимаясь спортом, человек может круто изменить себя, свою личность и свою жизнь Вкусно и полезно С вами Наталья Юкозина и региональный центр общественного здоровья Ульяновск, декабрь, на улице морозно Передо мной лежат морковь и банан Чему отдать предпочтение? Что съесть в первую очередь? Уверяю вас, что специалисты по здоровому питанию в один голос скажут Конечно же, морковь И вот почему Оказывается, каждый овощ или фрукт Несет в себе генетическую память о том климате, в котором он вырос Где растет банан? Известно где В тропиках и субтропиках Где очень жарко и влажно Поэтому, когда вы едите бананы Ваш организм реагирует соответственно Ага, попал банан в желудок Значит, вокруг жарко и влажно Тело расслабляется Выделяется больше пота Чтобы лучше справиться с жарой В таком состоянии вы выходите на улицу А там Опаньки, мороз Так и простудиться можно А вот морковь, выращенная в нашей климатической полосе Ведет себя совсем по-другому Короче, прежде чем в это холодное время года съесть Экзотический фрукт Хорошо подумайте И на всякий случай наденьте дополнительный свитер Главный терапевт Ульяновской области Надежда Рогожина Расскажет о местных сезонных овощах и фруктах подробнее Вы наверняка слышали о том, что один из способов увеличить пользу, которую мы получаем от еды Выбрать продукты, выращенные в нашей местности При этом желательно, чтобы продукты эти были сезонными То есть такими, для которых сейчас самое время Так почему же свой выбор стоит останавливать именно не на красивых, нарядных продуктах, а на своих местных сезонных яблоках или огурцах Ну, во-первых, больше вкуса и аромата Если овощ или фрукт вырос недалеко от вашего места жительства Он с гораздо большей вероятностью попадет на стол свежим Чем в случае, когда он выращен в другой стране Или прошел небыстрые этапы перевозки и хранения А свежесть – это лучший вкус и аромат Наверняка вы убеждались в этом на собственном опыте Например, великолепно выгличая зимняя клубника или помидоры По вкусу и запаху не идут ни в какое сравнение с местными, выращившими летом на грядке где-то неподалеку Во-вторых, больше пользы И дело не только во вкусовых качествах Нередко в процессе хранения полезные вещества в овощах и фруктах постепенно разрушаются Это относится к витамину С, антиоксидантам и другим веществам Поэтому, чем меньше времени пройдет между сбором, к примеру, той же клубники И моментом, когда она окажется на вашем столе, тем лучше Мы получим от этой ягоды гораздо больше пользы В-третьих, память генов Считается, что организм человека на генетическом уровне Лучше адаптирован к тем продуктам, которые ели его предки Так что, если ваши прапрадеды, как и вы, жили, например, в средней полосе России И ели местные яблоки, брюкву, репу, а не манго, батат, кальраби То, по крайней мере, теоретически, ваш организм должен с большим энтузиазмом воспринять Переварить и усвоить первый набор продуктов по сравнению со вторым То есть, местное яблоко или груша может оказаться более полезным, чем тоже манго В-четвертых, хорошо забытое старое А еще, местные продукты – это отличный способ расширить свой рацион и кругозор Уже упомянутые, как мы говорили, и репы, и брюква Полузабытые крупы, вроде колбы А с ним и традиционные, в том числе характерно именно для нашей определенной местности рецепты Помогут разнообразить меню Научиться готовить что-то новенькое И больше узнать об истории тех мест, где вы живете Ну и, наверное, пятый принцип – это экономия Конечно, немаловажный фактор – экономическая выгода для вашего конкретно взятого кошелька Чаще всего сезонные и местные продукты стоят ощутимо дешевле, чем их аналоги, произведенные где-то далеко В цену красивых, заезжих фруктов заложены не только затраты на селекцию, выращивание, но и также на логистику, транспортировку и хранение В том числе, поэтому покупать локальные местные овощи и фрукты не только полезно, но и выгодно Я не призываю вас вовсе перестать покупать несезонные овощи и фрукты, зелень и другие продукты неместного производства Речь о том, что не стоит отказываться от сезонных местных продуктов, когда есть такая возможность Своё родное местное яблочко во многих случаях может оказаться ничуть не хуже зимней клубники или какой-нибудь экзотической папайи Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова Здравствуйте! 12 июня, в День России, Ульяновск посетит плеяда олимпийских чемпионов по греко-римской и вольной борьбе Которую проведут мастер-классы Кроме этого, Владимир Минеев поделится своим мастерством боя в стиле грэплинг А Аюб Гимбата в стиле панкратион Очень красивые слова, мимо которых пройти я не смогла Понятно, что все они иностранного происхождения, как и большинство спортивных терминов Давайте разберемся, что же они обозначают Итак, грэплинг Слово пишется с удвоенными п и через э Грэп-линг Нестандартный вид борьбы Он необычен тем, что сочетает в себе технику многих борцовских дисциплин Так, в грэплинге нашлось место приемам из дзюдо, самбо, греко-римской борьбы и джиу-джитсу Многие считают грэплинг своеобразной европейской модификацией джиу-джитсу Название произошло от английского grapple, что означает захват Кстати, захват – это основа грэплинга, в отличие от ударной техники, которую используют, например, в боксе или кикбоксинге В грэплинге нет нанесения ударов или использования какого-либо оружия В этой борьбе главное закончить поединок досрочно, применив болевой или удушающий прием Главное отличие грэплинга от любой другой борьбы – здесь практически отсутствует какое-либо ограничение на применение удушающих и болевых приемов А теперь перейдем к панкратиону Среди многочисленных видов спорта, существующих в наше время, есть борьба с красивым названием панкратион Это один из старейших видов единоборств, который берет свое начало еще со времен Древней Греции На протяжении длительного времени он был забыт, получил второе рождение сравнительно недавно Но уже успел приобрести большую популярность во всем мире Панкратион представляет собой комбинацию кулачных боев и борьбы И включает элементы множества направлений боевых искусств Вавилонские и греческие кулачные бои, борьба египтян, критский бокс Его особенность – широкое разнообразие технических действий Которые можно использовать из различных положений и в прыжке Комбинировать с болевыми приемами, захватами и подсечками Впервые панкратион появился в программе Олимпийских игр в 1648 году до н.э Согласно легенде, его основателями являются античные мифические персонажи Тесей и Геркулес С помощью этого единоборства Тесей победил Минотавра А Геркулес применял их против немейского льва Считается, что легендарный Платон был поклонником этого вида спорта И даже становился чемпионом Вот такая сегодня у нас спортивная история И на этом у меня на сегодня все Всего вам доброго, до свидания Будьте здоровы Этот день в истории музыки В этот день появились на свет Американская певица греческого происхождения Мария Каллос На свою первую сцену Мария поднялась, когда ей едва исполнилось 13 лет Она была стеснительной, носила очки и боязливо отвечала на приветствие артистов За годы Мария сменила костюмы многих оперных персонажей Критики называли певицу оперной звездой Она все делала сама Обходилась без толпы всевозможных агентов и продюсеров КОСТА ДИВА КОСТА ДИВА КОСТА ДИВА КОСТА ДИВА Актер и музыкант Вячеслав Мясников Я рассказывал облакам Я рассказывал февролю Почему ты мне дорога И за что я тебя люблю Рассказал про весенний взгляд В нем согрелась моя душа Пусть банально и плагиат Но шептал я, как ты хороша Я люблю тебя, я люблю тебя просто так За улыбку, за взгляд, за любой небрежный пустяк Что ты есть у меня И сердца наши бьются в такт Я люблю тебя, я люблю тебя просто так Также в этот день в мировой и отечественной культуре Произошли следующие события В 1877 году прошла премьера оперы Самсон и Далила Камиля Сен-Санса Дирижировал Ференс Лист Сен-Санса Далила Камиля Сен-Санса В 1950 году состоялась первая постановка оперы Кирилла Молчанова «Каменный цветок». В 2004 году группа «Воскресенье» отметила 25-летний юбилей концертом в Москве. В этот же день в столице проходил юбилейный концерт, приуроченный к 20-летию группы «Браво». В 2010 году вышел альбом группы «Юпитер» и «Вячеслава Бутусова «Цветы и черни». За этим «Цветком» уходили навсегда, Бросая навеки родительский кров. Все те, кто ушел, пропадали до следа В угрюмых болотах древучих лесов. За этим «Цветком» шли как на войну, Бросая навеки жену и детей Все те, кто ушел в непроглядную тьму Тонули в краю миражей теней Листья цветкают, словно бритва остры Как пламя певают его лепестки Как шпоры стальные на степле шипы А корни крепки, как и шелкозелки Программу «Утро нового дня» для вас провел Алексей Сорокин До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут Обзор культурных событий У микрофона Александр Филатов Здравствуйте! Я расскажу вам о культурной афише В предстоящие выходные дни Суббота и воскресенье 3 и 4 декабря 3 декабря в субботу вечером На сцене Дворца Губернаторский Состоится балет в двух действиях В трех картинах в щелкунчик Театр «Русский балет» Представляет спектакль в постановке Народного артиста СССР Вячеслава Гордеева Ни одно празднование Рождества и Нового года Не обходится без героев этой мудрой сказки И музыки Чайковского В молодежном театре В субботу комедия «Пара шуток» В воскресенье 4 декабря Драма «Завтра была война» В театре студии «Анфант Риббл» В субботу постановка «Чудесные странники» А в воскресенье 4 декабря Зрители приглашают на спектакль «Трижды три» На сцене небольшого театра 3 декабря в субботу Постановка по пьесе Керин Климовский «Лучшее, что было в жизни» Спектакль, состоящий из трех отдельных новелл Предлагает зрителю задуматься О светлом прошлом каждого из нас Для юных зрителей В театре кукол имени Валентины Леонтьевой В субботу Тровательная история дружбы Мальчика и медвежонка Умка Под Новый год всегда случаются чудеса Особенно если в них верить В воскресенье здесь Добрая предпраздничная сказка Снеговик-почтовик Ценители инструментальной музыки Приглашают в субботу 3 декабря В концертный зал Дворца творчества Детей и молодежи Ульяновский государственный духовой оркестр Держава Представит программу В ритмах фламенко Также впервые в Ульяновске Прозвучит концерт Для кларнета с оркестром номер 2 Современного испанского композитора Оскара Наварра Художественный руководитель И главный дирижер Оркестр Держава Кирилл Ильин Встанет за пульт В воскресенье Во Дворце творчества детей и молодежи Совместный проект Санкт-Петербургского дома музыки И Ульяновского государственного Академического симфонического Оркестра губернаторский Музыкальная сборная России В программе Концерт для виолончели с оркестром Дворжика Фрагменты из музыки к балету Ромео и Джульетта Прокофьева И другие знаковые музыкальные полотна Художественный руководитель И дирижер Андрей Данилов Солист Федор Амосов Виолончель Москва 3 декабря в субботу На сцене Центра народной культуры Пройдет заключительное мероприятие В рамках второго Межрегионального фестиваля Национальных профессиональных творческих коллективов России Широкая Волга Большой сольный концерт Государственного академического ансамбля танца Имени Файзи Гаскарова За 80 лет ансамбль посетил более 60 стран мира Представляя культуру и искусство Родного Башкортостана и России На мировой арене 4 декабря в концертном зале Центра культуры Патриот Состоится концерт народного коллектива Ансамбля танца «Дети солнца» Программа посвящена предстоящему празднованию Нового 2023 года И теперь о культурной афише Димитровграда В театре студии «Подиум» в субботу 3 декабря Комедия «Дуры мы дуры» Или «Одинокая женщина с мужем» А в воскресенье зрители приглашают на лирическую комедию С современным оттенком «Селфи со склерозом» В Димитровградском театре кукол 3 декабря в субботу Сказка «Солнышко и снежные человечки» А 4 декабря в воскресенье Постановка по мотивам русской народной сказки По щучьему велению В Центре культуры и досуга «Восход» В субботу концертная программа В кругу друзей с участием Легендарного солиста ансамбля Песни и пляски краснознаменного Черноморского флота Игоря Артамонова В воскресенье 4 декабря Предновогодним подарком для жителей И гостей Димитровграда Станет концерт «Опять зима» Народного коллектива Ансамбля восточных и эстрадных танцев «Жасмин» На эту минуту у меня пока все Следите за культурной афишей Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok